Равняй, Смирна! Девушки тоже есть, между прочим. Из них каждый возможно выйти в генералы, Может, сделает из хулигана гения, Милицейская академия. Из них каждый возможно выйти в генералы, Может, сделает из хулигана гения, Милицейская академия. В кратчайшие сроки необходимо организовать мероприятия Культурного характера с элементами профессиональной специфики Органов внутренних дел и вынести его на суд Гражданской общественности в целях Укрепления взаимодействия органов с населением. Итак, что мы можем предложить нашей подшифтной школе? Что мы можем предложить нашим детям? Сказки, песни, пляски. Думайте, думайте, майор, капитан, завтра в 10.00. Жду вас с докладом. Выполнять. Есть. Да, да, да. И не забудьте, в мероприятии принимают участие не только курсанты, Но и офицеры. Совместные офицерско-курсантские мероприятия Культурного характера. Задача ясна? Так точно. Свободно выполнять. Есть. Да, в свете современных демократических веяний И в целях дальнейшего скучения коллектива Бред писатель, язык сломать можно. С ума сойти, а? Мозги сломать можно. Мероприятие культурного характера. Да как можно сравнивать, вот скажите мне, Как можно сравнивать нашу серьезную профессию С какой-то легкомысленной культурой, а? Нельзя запрячь в одну упряжку коня и трепетную лань. Чур я трепетная лань. Да уж, Лупченко, вы не конь. Все, прыгаете, прыгаете. Ну ничего, когда-нибудь вы у меня допрыгаетесь. О, кстати, раз вы так любите прыгать, Поставьте с курсантами балет. Лебединое озеро, я знаю, или это щелкунчик. Только я в этом участие принимать не собираюсь. Да какой из вас щелкунчик, товарищ майор? Извините. Ну как, прочим, и лебедь, тоже никакой. Из вас какой? Умираю. Что будем делать с мероприятием? Надо же что-то придумать. Надо, вот и придумайте. А у меня там дел полно. У меня проверка успеваемости там. Придумайте серьезное мероприятие, Чтобы в нем не стыдно было участвовать Серьезному офицеру милиции, пожалуйста. Будем стараться, товарищ майор. Вот-вот, старайтесь. Вот так-то. Но мне тоже пора. О-о-о! Слушай, а давай конкурс красоты устроим, а? Давай. А назовем его мисс следственный изолятор. Да? Тюк. Мое дело предложить. Оригинально. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Оля. Э-э, здравствуй, дорогая. Слушай, у меня сегодня никак не получается, я не смогу. Алло, Оля. Оля. Ёк-ёк, Макарёк. Чётче, чётче. Горбут, ну что ты блыбаешь глазами? Ты же будущий офицер. Надо, чтобы головка прямо держалась. Поймите, строевая подготовка – это не хухры-мухры. Это искусство. И отдаваться ему нужно со всей душой. Так, продолжаем отдаваться, я до моего возвращения. Искусство, искусство. Мало того, что строевой задолбал, так ещё и философию развил. Это не философия, это стремление к возвышенному, как говорили древние греки. Кому? К возвышенному, светофор. Чё тебе объяснять? Ты всё равно ни черта не поймёшь. Ну, раз ты такой умный, может, ещё подскажешь, что нам с половинкой делать? Нужно придумать ему занятия, чтобы было полезное для него и безопасное для общества. Иван Алексеевич, и это поручение для вашей пользы и общества. И вы меня этим спасёте. Понимаете, если я сегодня опять не приду, то случатся землетрясения, цунами, пожары одновременно. Не переживайте, я понимаю. Женщины – они катаклизмы нашего мужского человечества. Вы меня поняли. Завтра в 9 утра я вас жду с докладом. Есть. Наконец-то мечта моей жизни. Курс! Стой! Рэд! О! Более! О! Значит так, батурик всех в казарму, полное похитие. Горобец! Чтобы у меня до моего прихода всё блестело. Так точно. Итак, у меня нет ложное дело. Давай, давай, батурик выполнять! Курс! Разойтись! Слава тебе, Господи! Мечты сбываются! Сублимация. Сублимация, адаптация актёра псимической импровизации. Ладно, я потом прочитаю. Так, Кирочка, а что-нибудь ещё вот такое вот фундаментальное что-нибудь есть? А? Константин Сергеевич Станиславский. Моя жизнь в искусстве. Ваша жизнь в искусстве? Его! А, вы думаете, это поможет? Не повредит. Прекрасно. Спасибо, Кирочка. Что бы я без вас делал, а? Ну, что вы, Иван Алексеевич. Я всегда рада помочь всестороннему образованию будущих милиционеров. Муза вы моя! Моя вы муза! Будущим милиционерам не стыдно будет принять участие в таком мероприятии. А постановка гуманной, так сказать, сказки станет для подрастающего поколения... А кого из офицеров вы собираетесь окунуть в стихию искусства? Веронику Сергеевну, старшего лейтенанта Любченко, Петрович обещался помочь и для товарища майора Половинка роль выделил. На меня не рассчитывайте. Я не собираюсь принимать участие в идиотских фантазиях прапорщика. Сразу вопрос снят. Товарищ полковник, идея же про сказку ваша, помните? Вот, постановка, половинка. Он, кстати, в школе, в драм-кружке занимался. Я творческий куратор проекта. А для товарища майора вообще выделили одну из главных ролей. Да не надо мне никаких главных ролей! По-моему, неплохо, Анатолий. Что неплохо, товарищ полковник? Ну, что неплохо? Чёрным по белому написано в свете современных демократических вений, так? Так. Не знаю, давайте будем их как-то придерживаться. Я посмею предложить альтернативное мероприятие. И тогда вы, Дмитрий Афанасьевич, сами решите, что более подходит для неокрепших детских душ. Ну... Будь по-вашему, Анатолий Николаевич. А вы умело скрываете свои многочисленные таланты. Я всегда это подозревал. Выполнять. Есть. Есть. Значит так. На сегодня все наряды отменяются. Я жду вас вечером в актовом зале. О-о-о. Дмитрий Афанасьевич, наконец-то свершилось, друзья мои. Я, я надеюсь на вас. И с нетерпением, с нетерпением жду вас, как говорится, в очаге духовного огня и возвышенной силой чувств. Исчерпывай. Точно. Как говорится, служба, приходящая от службы по туре. Вечером. Где ждете? В актовом зале. Что, стоп, минуточку. Что значит в актовом зале? Это я жду их сегодня вечером в актовом зале. Товарищ майор, ну как вы не понимаете, неужели, вот, неужели вы не чувствуете, как огромная сила искусства, могучей рукой, увлекает нас в страну, где сбываются все ваши желания? Да что, ваша страна, в сравнении с той страной, куда я собираюсь их увлечь сегодня вечером в актовом зале, что? Товарищ майор, любите не себя в искусстве, а искусство в себе. Я давно подозревал, прапорщик, что вас пора сдать в сумасшедший дом. Зачем? Для опытов. Но я не думал, что все так запущено. Отставить в очень вечером в актовом зале. Товарищ майор, а ваша роль? Я не знаю, что это. Слушай, Лех, вам не нравится? Театр, это прикольно. А я с детства кукольные обожаю. Отставить разговорщики. Горобец? Я. Шаг вперед из трупы. Горобец вы кто? Горобец. Отставить вы не Горобец. Вы Буратино, главный персонаж. Расскажите зерно роли и сюжет сказки. Ну, Буратино уходит из дому у Папа Карла и встречается по дороге с соблазнительными и разными там преступными элементами и открывает им глаза. Какие глаза? Ну, что вы говорите глупости? Вы поймите. Значит так, еще раз объясняю сюжет и суть нашего произведения. Первое. Это внутренняя борьба. Сублимация, адаптация. Это, так сказать, чувство долга. Чувство порочных желаний. С совестью. С внутренним и внешним голосом. Кто у нас голос? Я. Почему вы там? Травкино, вы будьте рядом с Буратино. Вы же его совесть. Вы должны быть рядом. А параллельно проходит перевоспитание Карабаса-Барабаса. Этого морального урода. Майор отказался играть эту роль. Будет играть ее Петрович. Я? Так что характер? Вот, молодец, малыш. Поймал старик. Вот, держи, держи. Запомни, запомни, закрепи. Потому что ты должен стать в конце красивой моральной личностью. Понимаешь? Все понятно? Все очень просто. Так, Буратино, совесть. Лиса Алиса, Базилио. Остальные все в зал. Быстро, все, быстро. Шарамаш, живее, 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 время, время, время. Ну что, быстрейте. Быстро за кулисы, за кулисы, готовьтесь. Иван Алексеевич. Здравия желаю, товарищ капитан. Ну, как у вас тут дела? Нормально, все в порядке. Успеете? Я на вас надеюсь. Половинка не подведет. Итак, начинаем. Буратино, пошел. Стоп, стоп, стоп. Буратино, ну, ты же Буратино, а не Горобец. Ты мальчик деревянный, немножко странный. Ну, Буратино, пошел. Повторяй, повторяй, пошел Буратино. А, я только что продал азбуку. Азбуку. За пять сотен. Нет, нет, за пять евро. Ха-ха-ха. Надо бы где-то прогулять эти денежки. Денежки. Ну что он гуляет без совести? Где ты ходишь? Совесть рядом должна быть. Пошла. Несоверш... Несовершеннолетним... Несовершеннолетним... Я тебя прошу, ты совесть, Буратино. Несовершеннолетним... Несовершеннолетним запрещено совершать сделки по купле-продаже, чего бы то ни было. Ты ее услышал? Услышал? Отбросил, отбросил. А ты ушла... А-а-а-а! Стала маленькой, маленькой. А-а-а! Нет у тебя совести. Теперь тебе нужно гулять. Чтоб гулять, нужно найти друзей, с кем бы погулять. Где друзья? Где преступный элемент? Пошел преступный элемент. Буратино увидел, испугался. Убегай, убегай, убегай. Ловите, ловите его, ловите. Любченко, вы же, вы не собака, вы кот. Базилио на место! Ловите Буратино! Поймали? Держать! Буратино, что ты стоишь? Что? А что? Пытайте вырваться! Ой, извините, товарищ капитан. Отставить! Нет у нас здесь капитанов! Здесь только воры, убийцы и волшебная сила искусства. Понятно? Мяу! Мяу! Вот! 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 Буратино, голубчик, а не хочешь ли ты принес... Вынужден вас прервать. Ваше время истекло. Курсанты все на сцену. Сейчас начнется настоящее искусство. Мяу! 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 С текстом! Дисциплина! Еще раз! Дисциплина! Стоп! Басы фальшивят! Бог простит! Еще раз! И... Дисциплина! Какая позиция! Все, что смогла на складе за ночь. Вот все, что... Склавочка, я вам так благодарен. Вы единственный творческий человек, которого я знаю. Ой! Спасибо вам огромное! Вот, Иван Алексеевич! По-моему, вы самый гениальный режиссер из всех, кого я знаю. Да, да. Надо прекратить это безобразие. Чем бы его утихомирить. Да! Стоп! Дисциплина! Дисциплина! Душевная песня и главное о главном! Тинора фальшивят! Батурин, уберите Петровича! Разминка, я иду! И... Я иду в наряд! Стоп! Какой наряд? Горбун! Отставить этот цирк! Товарищ майор, вы хоть не старший по званию, но я хочу вам заявить. Искусство не терпит отлагательств. Что? Ваше время истекло. Так, внимание, концепция меняется. Маргарита Владимировна, вы свободны. Да, да, да. Ну что ж, большое искусство кончилось. Наступает время шапито. Я и так его знаю. Продолжаем, продолжаем. Стоп, стоп, стоп! Топец вообще сумасшедший. Что случилось? Он щипается. Буратина, ко мне? Отставить щипаться. Есть. А в основном молодец. Хорошо. Вот поймал, поймал. А вот вы, Мальвина, Дробина, ну не верю, понимаете, не верю. Вы знаете, это, по-моему, профессиональная привычка. Всех милиционеров говорить не верю. Это не я сказал. Рассказал Константин Сергеевич Станиславский. Ну раз Станиславский, то конечно. Вы любите Буратина или нет? Вы сказали, что люблю. Так я вам приказываю его любить. А вы его не любите. Можешь работать над образом? Есть. Бьеро, что ты стал? Корбут, вызывай на дуэль. Давай, пошел. Пошли, пошли, пошли. Встали вперед. Хорошо. Стоп, стоп. Что у тебя, что у тебя в руках? Что? Ты выдывайся на дуэль. Давай, поехали. Хорошо. Кражданин, Буратино. Кражданин! Кражданин! Кражданин, Буратино! Молодец. Вы оскорбили мою возлюбленную действием. Хорошо. Отставить, отставить. Отставить работать над образом. Чтобы встали. Назад, назад. Сейчас же самое главное. Пошел, пошел, Карабас. Карабас! Карабас! Карабас, пошел! Петрович! Петрович вставай! Что? Что, твой выход? Пошел. Понял. Ну что, попались? Что это у тебя, Петрович? Инструмент. Какой инструмент, Петрович? Твой инструмент, вот. Понимаешь, давай, давай, Петрович, поехали. Ну что, попались? Страшно! 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 Спасибо, спасибо. Отставить! Отставить! Сможем театр! Только не ты, Петрович, я тебя прошу! Петрович! Я тебя прошу, Петрович! Не рабас, Петрович, Петрович! Еще никаких театров! Все, я не могу работать. такой нервный все репетиция связи с болезнью артиста понял понял все понял сегодня вечером или через месяц понял и так репетиции отменяются премьера сегодня вечером потому что потом школе карантин а нам с директивой тянуть позвольте но . . полковник но у меня из строя вы был самый главный артист петрович карабас барабас он вообще был слишком медлителен недостаточно активен за что и пострадал неважно но вот нового артиста требует времени а я вообще отменил бы этот с позволения сказать спектакль всю эту бакханалию которая разлагающе действует на неокрепшие умы если следовать учению станиславского то у нас с товарищем майором разногласия в способе сосуществования на одних театральных подмостках то есть не хватает плюрализма и этой какие толерантность плюрализма штука серьезная и так будет так объединим два наших мероприятия в одно два в одном это актуально вашу зрелищность прапорщик мы дополним содержательностью хора майора и вами вместо петрович виноват товарищ полковник ну какой же из товарища майора карабас барабас у него же другая психофизика что все свободны товарищ полковник но ведь дело выполнять учите текст так точно порча частного имущества не предусматривает предпринимание не понял почему взрослые в сален а где же дети а это наверное так моей реакция нибудь и учителя первый ряд занятия а детей на галеровку сосло а на что ведь разговорчик приходите шагов марш Врёшь, не уйдёшь, я всё равно тебя догоню, негодный мальчик! Как играют-то, играют-то как, а? Ну, потрясающе, это как режиссёр, я вам говорил. Я слышу доброжелательность в твоих словах! Майор-то, майор-то, да ты же, как человека прокосила великая сила искусства. Да-да, всё тайное желание вырвались наружу. Я скажу, это всё феноменально. Вы, а я всё понял, агрессия и репрессия отныне не будет жить в моей душе. Вот в следующем сезоне обязательно буду ставить красную шапочку, да, а ему дам волка, оборотня. И во всём полагаться на наши внутренние органы! А вы на бабушку пытались. А чё, ничё, мне нравится! Что нам несёт лучшенье свет, и без чего парят конец! Что нам низенья прибавляет... А где дети? Дети? Ах, да, я забыл сказать. По вечерам наше здание арендует центры реабилитации лиц, вернувшиеся из заключения. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И, ВАЙ СЕРОЗАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»